алё где я давайте поиграем в прятки найдите меня я где с какой я стороны стою кабан и тут а где там я не понимаю под столом неверный ответ я сзади вас здорово ребята нашу блин а вот и я хотите фокус покажу смотрите я здесь да вот это я смотри что сейчас будет волна бля как так получилось как 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 вы теперь здесь чего за хуйня где вода моя хочу попить здорово теперь здесь она на самом деле меня 21 там ходит другой здесь шоу плотная она на воды молодец молодец спасибо всем зараза знаете переподписки ребят всем привет у меня такая башня здорово сегодня вообще пиздец всем привет добрый вечер здравствуйте добро пожаловать кринж ну вот опять эти духа ты ебучие сюда пришли идите на вкусами кринжом лети прочим дерьмо вы знаете заметил на самом деле шоу то за последний месяц в моей аудитории откуда появились душные уебаны которые скринжуют с каждого движения меня это на самом деле заебало и данная тенденция меня не радует я скажу вам так вот реально ты крещённый я от еще не видишь я не крещённая кринжовый мне на самом деле реально заебали блять это просто пиздец откуда повылезли непонятно вообще просто все было заебись все нормально вот месяц последний месяц заевали душит и душит и душит и душит душит и душит и душит столько дедов я в своей личной аудитории еще блять никогда не видел серьезно ребята надо об этом поговорить надо с этим что-то делать и от них надо избавляться как-то я серьезно вам говорю вот надо от них избавляться не знаю банить каждого это блять я не знаю мне руки отвалится их много они особенно в телеграме за серии вот я серьезно они там сидят и вы любит сашу вы четко такое а ну блять вибрация вот телефон вибрирует я же вам говорил от телефона андроиде не значит он делает вот заебали говорю даже в примеру последний тик ток который сегодня выложу я вообще не понимаю что там кринжового с чего там можно было приезжать это обычный тик ток ну типа знаете с таким банальнейшим и юмором вот с такой банальной шуткой очевидный люди потом ага гей ага там шиперинг слова типа сами этим занимаются я на блять заебали на постоянно и там слова и вот это вот шиперинг а тут я сделал то же самое ебать крич еще долбоеб что ли на чем выпилить наку из интернета для любое движение крич мне даже жалко немного но типа в том плане что они настолько ограничены что вот реально возможно есть такая хуйня что движение для них любой движение руки и ноги блять головы это стыд крич то есть они сидят все дома забились в углу ничего не делают ничем не занимаются кто-то другой начинает делать что-то такое чего они не могут себе позволить это вызывает у них какие-то смутные ощущения внутри что они в итоге называют кринжом вот и все поэтому короче я не знаю я это вижу так а так я в хуй возны раньше такого не было сейчас шута блять из-за короны может быть из-за того что все сидят дома из-за того что у нас так называемый карантин никто никуда не ходит люди как-то потерялись может быть или забыли что такое жизнь у что происходит а кто рейдит кто реально душнили себе сна по я не хочу чтобы в моей аудитории были эти душнилые ебаные болезнь антоша здорово 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 всем ребят привет привет всем недушным как говорится кидаю плотный салам недушным всем остальным пошли на заебали просто блять вот вроде меня дедом называют ну сука этих дедов комментариях куда намного больше причем это реально деды какие-то ощущения шумляет меня смотрят люди которым лет по 60 я что нахуй должен записывать какие тик токи блять и рассказывать вам уроки алгебре может быть я не знаю мне кажется таких долбоебов уже ничем не научить я не знаю ну типа серьезно да ладно так я подождите я пытаюсь починить чтобы у меня появились уведомления чтобы я видел кто подписывается и кто меня рейдит вот ну да урок геометрии слишком сложно вот еще вот по здорово ребята я здесь меня слышно у блять солнце я просто сижу дома как вы уже поняли я в квартире это не так квартира в которой я собираюсь жить это очередная съемная квартира посуточно потому что я был вынужден это сделать потому что в той квартире в который должен переехать на постоянку там еще ничего не убрано там еще ничего не сделано там еще нихуя нет она как бы просто ожидано в ожидании всего я щас объясню чего кого понимаете да эта квартира чем-то напоминает мне знаете стримы поносенкова если кто смотрел вот мне костюм не хватает костюм бокал вина и так сидеть пообщаться о чем-то о чем-то таком богатом о чем-то таком знаете о чём общается поносенков обсуждать новости какие-нибудь там вот да 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 вот так вот сидеть хуярить бокальчик вот поэтому давайте ребят пообщаемся о чем-то интересным интересным на башня скоро еще выше да моя башня все выше выше и что растет как на как на дрожжах это когда же на бород прекрасно ребят что волосы растут а то бывает такое что и не растут ну ну так так тик ток только обсуждать бля к сожалению вот новый тик ток если вы кстати видели посмотрите не залетел в рекомендации походу не залетит но я считаю что это все из ловы которые там вот присутствует дают все из-за него а так конечно бы залетел обязательно но тик ток такая паршивая скажет так площадка знаете вот которая как работает ты один тик ток выкладываешь он тебя в рекомендации залетает 2 100 процентов не залетит 3 залетит скорее всего 4 нет то есть он через один прыгает через один через один вот зато вову увидел а я кстати зашел на его стрим я сарю он сидит и у него на экране мой тик ток и после этого он его отключил то есть я не увидел в реакцию ну дайте угадаю задушил дать угадаю у него было опять какая-то душная реакция опять вот он тоже рассказал про кринж и все остальное при этом перед этим выложив себе в тик ток тик ток где он типа женщина в образе женщин я думаю ну да вот это точно не кривишь вообще нисколько выложи я такой же тик ток как он мне бы начали писать что кривишь а в ответку хочешь записать бляжу подожди она какой тик ток из моих тик токов он сделать такую ответку а не надо тогда для него записать что-то такое же на что я сделал у него ответ это надо что кто-то из вас сделал такой тик ток кстати скинул мне потому что man на последний да нет там типа я там кривляюсь это не то а нужен тик ток дети потом 2017 год я такой сижу и потом знаете 2020 21 такой башни нам такой из да ты вот сейчас типа вот так вот сижу здесь вот ну вы поняли да вы поняли в каком стиле вот это надо чтобы у него тоже была такая реакция то есть сначала ну вы понимаете да ты лох я купил в кредит квартиру ты не покупала как никакую квартиру в кредит какой кредит вы еще несете я просто открыл счет в банке про какой-то кредит начали писать какой кредит шибануты а да потом 16 пропущены кредит какой кредит сейчас его квартиру покажу прекрасно который жил какой-то пенсионер точнее какая-то бабушка вот теперь живет дедушка мы с не поменялись скажем так но тут реально такая квартира прямо естественно это здесь жили русские русская бабуля да но я вам покажу квартиру только тогда когда будет минимум 5000 онлайн блять подожди я не починил это уведомление это почему она не работает а хотя кто его знает может быть соседи комнате сидит сам поносенков но мы туда не пойдем уже 5k не нихуя не пизде я вижу четыре с половиной тысяч ну почти 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 чуть-чуть осталось давно не было стримов да и собственно говоря я бы сегодня не смог запустить выше понимали в этой квартире нет интернета то есть сейчас я стримлю через обычный мобильный интернет здесь нет интернета были тут нет вай-фая на а я узнал об этом уже только тогда когда сюда въехал то есть даже если без стрима обычно с ноутбука я бы не смог хотя здесь как мне кажется было бы неплохо знаете тут как мне блять напоминает вот f опять ебучий сука блядский они у нихуя пиздобол 5 мегабайт 5 мегабайт блять шо пиздишь не вижу а мегабайт все нормально как и все как ударю блять по камере на по реальное будет пиздоболы блять было да конечно 5 мегабайт мягкую скорость и даже на домашнем интернете лаги были но были были на одну секунду шла рать сразу это я не понимаю на улицу пойдешь я теща покажу вышел понимали я на восемнадцатом этаже нахожусь на восемнадцатом этаже москва-сити блять тут такой вид на океан вся хуйня самая дешевая квартира в нью-йорке наверно причем туда это самая дешевая квартира в нью-йорке я захожу в этот h5f пиздоболы блять и она стоит что-то около пяти то есть это где-то 70 долларов это вообще типа бесплатно считай а я захожу сварю объявления в этой квартиры нет ни одного отзыва вообще ничего у того кто сдает эту квартиру нет тоже отзывов нет вообще ничего типа это просто пустота какая-то вот я думаю блять подозрительная херня и квартира очень дешевая оказывается я первый клиент в этой хате логай да и чего пиздите блять 5 мегабайт ребята еще вовту нахуя я сейчас просто вовну и все ну он не может лагать я же вижу прекрасно что нет лагов а то есть вы все прекрасно слышите получается блять дайте я тогда попроще просто сделаю сейчас чтобы убедиться в том что вы пиздоболы я просто открою твич на андроиде и посмотрю а трансляции жену я же вижу блять прекрасно вот все так и шо у нас тут ну давай ну давай ну давай ну давай ну давай подтормаживает подлагу так это который я стремлю или как эти лаги выражается просто у меня идут мегабайты нормально у вас почему лагает на то что все нормально вот и сижу двигаюсь никаких лагов нет извините за что блять у меня ничего не лагает я свой стрим смотрю все заебись а люблю все нормально все нормально я тогда не знаю что делать у меня тут все окей если у вас реально лагает я не знаю я не знаю тогда в чем проблема чуша хуйня блять ты пролагивший слова режутся так блять нет лагов нахуй пишет всю норму же нормально все еще нормально пиздец ну я не знаю типа если реальники проблемы я пиздец я вот смотрю стрим у меня все нормально вообще ни одного лага нет там тоже все нормально 5000 мегабайт показывает до 6 почти причем стабильно идет то есть принципе их и ну и вообще не должно быть лагов room tour давление теперь боюсь двигаться мне кажется сейчас телефон возьму пойду туда и точно все упадет че за хуйня так ну вот и попил воды ничего не лагается нормально болячья как разобью находит телефон реально рассоришь и подвергался ребят наверное у кого-то это вызвало кринж так я вообще не вижу пока пяти тысяч онлайн а сука не наебывайте деда блять еще мне наебывать я вижу 4700 пиздоболы блять так сейчас я вернусь в приложение через которое читаю чат минуточку на минуточку 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 4900 ну все блять какие 5000 ну давай загружайся падла короче завтра мне должны в ту квартиру подключить интернет наконец-то я оставил заявку с двух до пяти должны прийти и подключить нормальный домашний интернет стол привезли сегодня должны привезти мне эквалайзер для микрофона союз но есть одна проблема предусилитель где-то короче застрял и вы должны были сегодня привести но в итоге на вазоне мне пишешь вы типа извините у нас там какие-то проблемы блять возможно возможно он приедет короче 27 это что блять его не пишут с 21 по 27 ждите ну то есть он может быть и завтра приедет а может быть и послезавтра а может быть через три дня а может быть а а он блять я очень богу дом руб а блин надеюсь вы все прекрасно слышите же лагает вот поэтому да мадам мадам о год корни привет я не могу подключить уведомления блять так бля мне тебя жаль делай как ты хочешь и не слушай всех смысле я не понял смысле жаль я не понял сейчас хотя я заебался за последнее время прямо че жесть вчера два часа в банке сидел это вообще пиздец вот в россии намного проще реально то есть ты приходишь там и не знаю сколько минут 10-15 все ты открыл счет в банке там где два часа и делал там столько надо документов подписывать столько всего ты сидишь там она чего-то там тартар 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 ттар пыр 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 блять в это вообще жесть вот там уже у тебя срач тут гадиря с ума только вчера за их ну как бы ну так на кухне может быть вчера такой пиздец произошел вот здесь вот я сейчас когда буду показывать квартиру я вам расскажу я вчера здесь чуть не умер опять опять блять не умер заветили я в америке слишком часто чуть не умираю и вот опять очередная история тут вчера прям нужно самом деле серьезно произошла на самом деле серьезно ходе на самом деле серьезно произошло на самом ты каждый два дня не умираешь были но зато сегодня значит получается буду жить крыса опять крыса не не это не связано вообще никак с животными с насекомыми и так далее в этой квартире но 18 этаж все-таки мне кажется до 18 этажа какая-то крыса вряд ли доберется но то что я в инстаграме вам показал где кучка вот таких здоровых крыс стояла и жрала что-то непонятное на дороге это реально кстати говоря под моим окном происходит там находится та самая квартира вот где эти крысы там та самая квартира в которой мне надо будет жить и вот это вот хуйня она прям под моим окном то есть я вот так вот выглядывание там вот так вот мне бегают слава богу я не на первом этаже живу в том доме вот то есть я могу например там взять кусок хлеба бросить его ты просто так вот типа это происходит только вечером и ночью днем они куда-то убегают прячется наверное когда вечер ночь никому нет тишина они выбегают начинают бегать что-то искать еды ты просто окно открываешь кусок хлеба кидаешь я падает на землю и все они со всех сторон так резко выбегают прям толпа такая знаете здоровая на крыс 10-15 они на этот хлеб вот так вот набрасываются начинают драться это вообще такой пиздец ребята шо 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 такой сапки подарили да блять я не могу зайти в этот на данный шнольер чтобы уведомление видеть а кто подарил а кто подарил а кто подарил кто какой-то шарик и нет ни ты как корни пассивьте большие подарочные подписки брата а сколько 20 не ходя себе спасибо тебе большое за 20 подарочных подписок спасибо жду тебя здесь приезжай в гости покажу тебе америку ну точнее нью-йорк ну точнее крыс ну точнее тараканов ну точнее до 5-ка 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 да еще пойдем ребят чего торопитесь я что должен сразу подпрыгнуть побежать 5 к нихуя себе вот это да я боюсь вставать вдруг если отстану вы посчитает что-то кринж потому что я двинулся ты охуел гол дискорд корги блять ты шо вообще какой дискорд у меня на дом телефоне чат на другом стрим еще кто-то через этот сервер сейчас вернулся и здесь нормально а сейчас тоже нормально блага это приложение ничего не загружается реально у его интернет вот в принципе можно потом пойти дайте кстати дайте до этой квартиры которые буду жить вот я бы туда зашел взял бы штатив потому что вы понимали на телефоне сейчас нет штатива штатива точнее штатива он стоит на телефоне он стоит на столе без штатива вот я ему прикрываю вот этой вот штукой я покажу блять здорово ребят здорово криш криш вот эта хуйня держит телефон чтобы он не падал забавная хуйня кста кринги волоку ты оставлю ставлю и все и она держит охуенно а что это такое тут монетка какая-то united states of america ван кто блять один цент а я себе это какая-то очень старая монетка слушайте 1000 1967 года ладно уведомления работать не будут так что не подписывайтесь сегодня давайте подпишитесь короче потом когда все раз работает сейчас пока не надо подписываться потому что даже не вижу кто это делает я не вижу кто подписывается вот окей окей спасибо все ну ладно чем а не 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 куда я тороплюсь то было 5000 зрителя 54 800 и бать херс не двигайся все я сижу на месте я не двигаюсь так всем привет я крыска живу на брайтоне в наш жк заехал какой-то новый жилец который каждый выбрасывает еду из окна хочу сказать спасибо теперь нам будет трехразовое питание а да да еще чуть-чуть расскажешь а еще влечете на крыс кормить нельзя я думаю что за это дают штраф так что хуй тебе крыса кормить тебя не буду съемайтесь на хуй с брайтона чего тут вообще забыли ждем ждем вот поэтому да потом и предлагаю пойти на улицу прогуляться до квартиры там я заберу штатив можно потом пойти на метро доехать до манхэттена погулять немного там и закончить на этом собственно говоря и рэл стрим но это примерно такой вот план например так я вижу сегодняшний день сегодняшний стрим это если все будет заебись вот если никто не съебется если нибудь лагов а я думаю что их не будет тем более на улице все должно быть хорошо вот так долго то какой долго мне тут до той квартиры идти буквально 10 минут до метро минута на метро ехать в манхэттен где-то кстати есть одна проблема тут как бы метро но такое длинная и в какой-то момент мы просто под землю заезжая там не будет интернет поэтому в какой-то момент надо будет выйти возможно вызвать такси чего пришли я сказал дать не переподписываться какого хуя чё за бред вообще сказал мне на а вот это не что ничего блять гулять на манхэттен и манхэттен о господи что это за звук был страшный так и да заебали на здесь мне самому страшно реально чуть такое у меня же крест он должен меня спасать и помогать меня что за хуйня кто пердит это не я это вы прекращайте в хуйню заниматься о походу уведомление сейчас заработают ты сейчас в нью-йорке или в нью-джерси у меня по квартире незаметно что я где-то в америке что это она а поделаешь а да ладно неужели а ну-ка я в украине ребят так что ж такое то блять ну да заебал блять да ёбаный рот блять чё за хуйня кто-то пиздец блять ребят хоть пердеть ёбаный свет куда задолбали реально заканчиваю уже но не смешно да кринж блять хоть срать чел я конечно понимаю что тебе по жизни фартит но заканчивая уже не смешно блять все молодец я реально как будто на бонг падает и вот этот звук знаете я сейчас должен дергаться типа продолжайте ёбаный рот блять ёбаный рот блять не нормально какой в течу нормально все сейчас должны появиться уведомления нормально дам отлично так тут хотя бы стул удобный мягонький такой вообще прикольный жопа не болит сидеть на нем вот тут балдежного тут мне я еще кресло себя кресло себя заказал короче говоря так и таки на упал ребята еще пару таки ну спасибо большое спасибо ну да 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 что-то по типу декс рейсера короче на такое здоровое мягкое кресло да ты заебучий вот этой тарелки на кстати идея получше появилась как можно избавиться от этих звуков только я ай короче похуй ром тур губ ребят у нас есть как скажем так это договоренность вот и ждем сидим я вообще предлагаю сразу пойти гулять ром тура так прямо нас не получится ни хуя сейчас мне надо свернуть стрим буквально на секунду здорова тут за стеной какая-то слышите я открыл балкон может быть это поможет нам избавиться от лагов как слышно прием нормально че нет помогло реально давайте я выйду на балкон тогда тут очень высоко я вам сейчас покажу вид из окна так поехали ух сука ребята добро пожаловать ебать ну и дом конечно жесть как будто бы я где-то реально в мыть ищих нахожусь много этажки вся хуйня че папе муняня так чат вот здесь полежите немножко ну вот смотрите что у нас тут ну а здесь океан огромный и бесконечный вот такой вот прекрасный вид окружает меня он там у нас тоже дома поэтому подожди что это там это манхэттен не вроде нет ну чё как вам нравится краснодар люберцы еленджик не урони нас про холодно 6 честно прям очень холодно но вид вид такой нормально нормально мне нравится океан вы блять что делать я не понимаю перечисляйте горы города из которых вы живете и лишь самару блять екатеринбург так тут надо потише на самом деле говорить а тут соседи не поймут он соседский балкон мало ли чего правильно да подумаешь у какой-то неадекватный дурак ну да неадекватный дурак ничего вроде жил москва сити но чё-то стрёмно реально но больше холодно чем стрёмно я сейчас сдохну ну если вернусь в квартиру интернет упадет и все понятно блять не будет вам рум-тура и выходить на улицу наверно не буду закрывать откройся чтобы интернет не падал так а чё я все нормально жене сколько этажей всего в доме я не знаю 20 чем-то нас там все нормально сейчас тогда подождите вернулась на место быстро натянул и буду выходить блять опять в ебаный случай не вроде нормально 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 че нет нормально все а где моя пункта опа бля здравствуйте я хозяйка этого дома к нам заселился первый клиент он вечно пердит разговаривает с двумя телефонами мне кажется он шизик пожалуйста помогите мы не можем выгнать а да то вы приходите не стесняйтесь выгоняйте меня ну что в чем проблема не понимаю я понял я здесь я жду бля я сейчас сам выйду сари куртку уже надел все я ухожу так что вы не переживать хозяйка все нормально все отлично я все понимаю да пержу да разговаривал сам собой все я ухожу все я ухожу здорово так пауэрбанк зарядка ключи ключи так что еще надо паспорт паспорт еще одни ключи и доллары доллар все а маска 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 у меня в кармане если что я не думаю куда будущему куда будем заходить и не знаю может быть какой-нибудь торговый центр на монхайд они блять вы чё падаете ёбаный свет ну вот ну как бы и все кто доллары говорю блять толбоебы так все зарядка с собой ключи здесь ты же хотел сказать как вчера умер ребята мы же договорились 5000 зрителей я показываю рум-тур и рассказывают но нет и нет что в следующий раз расскажу может быть завтра подрублю но нам уже идти надо просто время видели сколько так подожди а это тоже сюда а а а а и и и и и и Ребята, что как, слышно, видно? О, заработали донаты. Опа, видали, что тут есть? Ёлка. Сейчас пойдем в другое место. Короче, это, типа, ну, как вы поняли, подъезд. Он достаточно большой, на первом этаже тут, ну, типа, в лобби есть, короче говоря, уже вот ёлочки стоят. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Вон еще. Блядь, вот эту вет... Надеюсь, здесь все будет нормально. Ох, холодно, ебачий ветер, ёб твою мать. Ёб твою мать. Жесть. О, блядь. Че за хуйня происходит? Блядь, прям в рожу. Сука, блядь. Я тебя сейчас как в мажу, нахуй, ветер заебал. Иди нахуй, ёбаный рот, блядь. Сука. Блядь. Ебать, тут шторм. Чисто в уран. Ёбан. Холодно, сука. Так, сейчас подождите, я пытаюсь понять, в какую сторону мне надо идти. Вроде просто прямо. Да, ёбаный рот, блядь. Да пиздец. Я думал, только наверху такой ветер. Че за хуйня происходит? Че орешь, да? Ты какого хрена? Че-то нереально. Фу, блядь. Ля-ля-ля, побежали, блядь. Испугались, нахуй. Вот давай, давай, беги, ебать. А то сейчас как сниму, блядь, на камеру. Ух ты ж, ёбаный свет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, блядь. Фу, блядь. Ничего, ничего, сейчас доброй-то на прогуляемся, зайдем в другую квартиру. Если хотя бы там, блядь. Вот я приду туда, и пока я иду, 5000 зрителей наберется, хоть там хату покажу. Хотя она пиздец трёмная, я вам скажу так. Это будет интересно показать. Вот, там ещё не убрано ничего, грязно пиздец вообще. Они услышали, что ты русский и по сьёбам. Ну и правильно, блядь. Мы русские, с нами бог. Кто не с нами, тут лох. Сука, холодно. Холодно, блядь. Ох, блядь. Я говорю, холодно. Ебануться. Ох, блядь. Пиздец. Жесть. Ну ты чё? Так. Ебануться. Вот эта погода, конечно, дерьмовая. Такой дерьмовой погоды я тут давно не наблюдал. Ебать, меня сейчас дует нахуй. Еб твою мать. Ебать, пиздец, блядь. Ебануться, блядь. Блядь, апокалипсис, нахуй. Ох, fucking shit. Пиздец, блядь. Мне уже башня немного повредила. Ебаный рот. Два часа башню строишь, блядь. Уходишь на улицу, она, блядь, улетает. Пиздец, блядь. Ебать мой хуй. Пиздец. Сколько градусов? Да, блядь, по ощущениям, минс 30, наверное. У меня руки уже, блядь, просто сейчас отвалятся. Фу, блядь. Фу, блядь. Сука, блядь. Я не знаю, загуглите, сколько градусов в Нью-Йорке. Я просто что-то даже не посмотрел. Ну, градусов 4, наверное, плюс 4, плюс 5. Просто тут ебаный океан рядом. И когда ветер, холодно. Холодно. 6. Фу, блядь, еще угоняет говной какой-то. Сори, что как бы стабилизация сейчас на телефоне не очень. Я просто его в руке тащу. Вот. Штатив у меня остался дома. Там. Ну, и, соответственно, вот, как бы проблема, да. Кстати, ничего, нормально, не лагает, не тормозит. Я только, нахуй, просил про лаги. Тормозит, лагай. Ага, да? Не, вроде стабильно так, ребята. Я, пожалуй, сейчас сделаю. Один телефон. Мне надо руку согреть, иначе я сдохну. Вот, поэтому я пока вас не вижу. Пока вас не вижу. Здесь такая стрёмная погода. Не, я, конечно, понимал, что будет прохладно, но не настолько. Я не успел вылезти, уже замерз. В эту же секунду буквально. Еще попи, блядь, мой няня нахуй. Фух. Сейчас, нам еще немного осталось. Я думаю, минут 10, и мы будем дома. Там мне надо будет отключиться на буквально минуту, чтобы не палить. Своё точное место расположения. Ну, все-таки, знаете ли, постоянное жилье моё. И не хотелось бы вам полностью показывать точный адрес. Ладно, здесь тут, всем пофей. Посуточно живешь, как бы, да. А тут... Кстати говоря, вот квартира, где я жил и дом, это считается люкс. Лухари, апартментс. Ебать, такие же дома. Хотя, на первый взгляд, кажется, как будто это какой-то, я не знаю, мытищи какие-то и прочее. Так что радуйтесь, что живете где-нибудь в Люберцах. Оказывается, это люкс. Ну, сука, чат не работает. Только руки согрелись, чат пристал работать. Я живу в ЦАО. Нихуя ты, конечно, крутой. В ЦАО, блядь. Фух. Ты где? Я здесь. Все, я читаю чат. Так, сейчас там налево. Там уже Брайтон будет. Смотри, идея классная. Камеру держи в зубах, а руки засуни в карманы. Давай так, я камеру в зубы, а руки тебе в жопу засуну. Нормально еще нет? Мне кажется, у тебя там очень тепло. Ку, ку. Что опять ку? Кто сказал? Кто где? Что? О, солнце. Короче, я говорю, главная проблема этого города, ебаный ветер. Если бы его не было, это было бы идеальное место. А так ветер что-то меня затрахал уже, если честно. Каждый день, сука. Фух, блядь. Ты переехал в США, чтобы в Брайтоне жить. Хорошо, если ты не понимаешь, а ты нихуя не понимаешь в этой жизни, потому что ты здесь не был. Я тебе объясню. Когда ты только переезжаешь сюда, у тебя по факту нихуя нет. Ну, та же кредитная история. Когда у тебя нет кредитной истории, тебе вряд ли сдадут охуенную хату на Манхэттене. Поэтому, да, первое время люди вынуждены находятся там, где им не хочется быть. Живут там, где им бы не хотелось жить. Вот и все. Ну, это первое время. Все с чего-то начинают. Ну, поэтому я и говорю. Сдадут, но сложнее найти. Да, они могут, конечно, сдать, но ты должен будешь внести 10 платежей сразу. Аптека, да? На русском языке. А что вы удивляетесь? Я не говорю, что унифаги в чате сидят или что? Что пишите аптека? Ну, нет, блядь, борщ. Вот, то есть надо будет там вносить кучу денег, а я так не хочу. Что-то я так не хочу. Плюс мне повезло, я нашел квартиру, где я просто заплатил за один месяц без залога, без вообще всего чего-либо. Но мне повезло просто, я через знакомых это сделал. Поэтому, как бы да. Это не США, люди нас обманывают. Блядь, ну что ты, Непали? Ну, да, я не в США. Солянка, блядь. Ну, что такое свет красный, ё-моё. Да быстрее. Челопед пишет, бля, мне тебя жаль, дело как-то хочешь не слушать. Да о чем-то вообще? Я не понимаю. Тебе меня жалко уже, я не знаю, сколько, час. Это уже какая-то паста, наверное. Одного не понимаю, как ему не холодно. Вот просто вы посмотрите, как. Это же пиздец. Я в кофте, в куртке, я умираю. А ему вообще, ну, норм. Вот мне его жалко, если честно. Как? Как? Умереть можно от такой погоды, Риле. Фу, так, мне надо прямо. Что-то я не понял. Опа, черик. Что-то подобрал. Оставляйте свои заявки, ребята. Куда пойти, я туда пойду. Гей-клуб. А, да? Не. Гоу. Я думаю, что на Брайтоне гей-клубы нет, ну, их нет, короче. Нахуй. Бабтек. Ой, блядь. Ну, тут, кстати, ветра нет особо. Вот здесь нормально. Блядь, надо перчатки взять. Мне бы перчатки, и вообще было бы идеально. В перчатках. Статуя Свободы. Там нет интернета. Ну, то есть, конечно, он там есть, он хуёвый. Вот, поэтому туда нет смысла даже пробовать. В гетто хуярю. А я сейчас где, по-твоему? Я сейчас, что, блядь, в процветающем месте каком-то или что? Чем тебе это не гетто? Просто я тут свой, поэтому меня тут никто не трогает. Ну, а так по факту-то гетто. Так, подожди, я пытаюсь помнить, где я живу на Брайтоне. Да и вообще, вот это вот. На самом деле, на самом деле лаги начались, поэтому я, пожалуй, помолчу. Пень катится. На. Алло. Алло, блядь. А. Слышно, да? Ну, вот, кстати, имейте в виду, я стримлю сейчас через ЛТЕ. Ну, имеется в виду 4G или как оно там. Мне просто говорили переключиться. Переключился, и что в итоге? Одно говно. Ну, грех не выйдет. Да, когда? Грех. Согласен. Лаги – это грех. Так. Где я живу? Я забыл, где я живу. Ёккалэмэне. Постоим, пожалуй, теперь вот здесь. Прикольно такой вид. Интересный. Переключись на 3G. Хе-хе, блядь. Может, вообще на GPS переключиться? А чё, нормально, я считаю. GTA 4. Блядь. GPS, да-да-да. Ну, ебать, у меня ещё опять руки отвалятся. Ух, ёпки. Ну, шо ты сигналишь, дядя? Я стою на месте. Фу, бля. А, во, всё, пойдём. Так, сейчас налево и прямо. И туда. Прямо потом направо, и мы дома. И мы дома. Там я беру шарф, натягиваю на себя шарф, беру штатив, и мы идём дальше. И нормально. Уля, как. Это аж какой. Ага, сейчас тебе всё скажи. И перчатки не забыть. А у меня их и нет. Их покупать надо, я же говорю. Были бы перчатки, я бы взял. Так, вроде здесь или нет? Нет, не здесь. Блядь. Так, где я живу-то, ёк-макарёк? Я что-то вообще не понял. Где я живу? Где я живу? Так, нет, точно не здесь. Надо дальше. Так. А это что у нас за шмотки такие? Сколько? 19 долларов? Что, охерел что ли? За такие вот штаны? Гебанус. Сейчас, за какие-то китайские штаны 19 долларов отдавать. Я вчера сходил в магазин, купил себе двое штанов и одну кофту. Стоило мне это... Сколько мне это стоило? По-моему, 80 долларов всего лишь. Причём нормальные такие штаны. Реально. То есть, считайте ноль. 20 гривен, реально. Всё, ребят, нашёл свой дом. Так. Сейчас, пожалуй, просто вам покажу свой пол. Чтобы вы не видели, куда я иду. Покажи штаны. Они тоже дома. Всё дома, ребята. Всё дома. Мы её видим. Не-не-не-не, не надо. Не подсматривайте. Закройте глаза. Не смотрите, куда я иду. Норм кроссы. Ну, вообще, реально норм. Дорогие, конечно, падла, но... Норм. Да, мы же в Америке все. Ну, мало ли ты реально в Америке там, блядь, будешь доёбывать меня потом. Зачем? Просто смотри на пол. На бетон. Нормально. Я вот думаю, что вообще без штанов пойдём. А чё, нормально? Так. Ебать. Блядь. Ебать. Хлопнули кого-то. Фух. Укачивай. Ну, потерпи, чуть-чуть осталось. Ещё немножко. Хе-хе. О-о-о. Фух. Солнышко. Так, сейчас, ребята, мне придётся... Мне придётся... Опа, спалил. О, нихуя, седу. Всё, сейчас толпа людей прибежит. Так. Мне придётся у вас карман засунуть. Ну, не именно этот, а чат, чат. Так что всё. Значит, сюда. А где ключи? А ключи где? А ключи вот. Всё, ребята, я на минуту отключаюсь. СОБА. 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 Ай, блядь, ну ё-моё, алё, инфекция. Интернет, ты работать будешь? Алё. Видали, какой тут стрёмный пол? Ку. Вот это пол, да, видали, какой он тут? Ой, блядь. О, блядь. Так, я вас кидаю в коробку. Сейчас я найду этот штатив. А где он? А где, где, где? А где, где, где? А где, 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 где? Где, блядь. Тут, брат. Чё хуя, я не понимаю. Я чё-то не понял. А где рюкзак? где мой рюкзак короче я что-то я все проебал ребята подождите я что-то не понял а как как мне все это сделать а все нашел 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 или это не то я снова здесь так мне надо вот эту хуйню починить а как это сделать я что-то не понимаю это же явно не так должно быть чего блять кто это придумал я не понимаю ладно давайте попробуем полка все а тут не убирались да щапа полежите немножко сейчас посажу на этот на штатив так о все заебись и теперь вот так вот все я вас насадил на эту штуку теперь вы можете нормально стоять пошли гулять да пойдем 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 сейчас я шарф вам покажу свой я вчера сходил купил нормально заебись ссылку на тик ток модератор а можете пожалуйста скинуть ссылку на новый тик ток мой покажи квартиру у нас была договоренность 5000 зрителей будет квартира рум-тур и прочее я этого не вижу на люди охуели поэтому всю нибудь вот давайте людей сюда бабушку маму папу деду блять собаку кошку черепаху зовите и все будет 5 к уже было нихуя накрутили f5 нажимали я вам не верю так не работает это не честно друзей там одноклассников я не знаю кто у вас там с кем вы учитесь короче я вообще хочу рум-тур этой квартиры оставить как нибудь вообще на потом ну чтобы знать когда этом ее обставлю все вот это вот когда куплю все поставлю что показать сразу там красиво чупа пиму няня понимаете да сейчас тут страну ну такая она типа грязная стрёмная пиздец вот как бы я я готов показать ну типа бля ребят ну хочется какой-то мотивации тоже понимаете а если у людей нет желания чушь пойти лучше погулять тогда так а где мой пакет где пакет блять сука блять что тут нахуй все теряется постоянно здорово я здесь вот такую шапку еще взял кста ну говно конечно люто она просто ком в комплекте шло вот такой вот шарфик он тут видите светлый а с другой стороны темный вот такой вот видали и банк ска написано ска фирма ска ска стоил он мне 40 долларов шарф и шапка вместе 40 долларов все стоило всего лишь это причем кельвин кляйн это кельвин кляйн здесь кельвин кляйн шарф и шапка стоили 40 баксов ну как в америке сейчас проходит так называемая черная пятница типа его стоимость на самом деле 80 но на него идет скидка 50 процентов и где покупаешь его за 40 вот те же вот эти двое штанов которые я взял и кофту все это вместе стоило 120 там была скидка в итоге монет стоило 80 долларов ну вы поняли короче так у здорово здорово торгуйся я шо на рынке торговаться и не понял покажи штаны и потом так все сейчас я надену шарф и гол а вот пока есть время позвать людей братишки на стирает смысле меня зашел не пиздите не верю он за мной приехали его че за хуйня как шарф надевает я что-то не помню как на шарф надевается я что-то блять не могу ребят 4 за вообще как-то делать пиздец ёб твою мать я забыл как шарф надевается охуеть подождите сюда я не понял я вроде его надел выглядит конечно так себе но вариантов других нет пусть лучше так чем замерзнуть согласно 29 лет чего и чё блять я шарф каждый день что ли нас носу носю к блять пакет меня на кухне кто-то скребется чё за хуйня ебать чё за хуйня так хуйня так хуйня мне помню вот это кстати стол а это штатив для микрофона союз а это постельное бельё а это мой чемодан а это что это это подушки а где чат блять я чат забыл ой блять трусы нахуй советский кто а стол да советские а это кстати чё у нас это я а это поролон акустический кстати я начал ходить и перестали вот эти вот эти самые короче а опять кто-то шкребется тихо 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 ебай тут пол грязный слышите нахуй я как туда подошел до конец разохнулся я лучше обратно вернусь что-то на кухне интернет вообще не ма да что тут блять как происходит они повел и увел и увел чумер кто-то я не понимаю лишь все за херня так ну чё мы будем не от сколько зрителей или все или идем гулять или ром-тур или гулять или рум-тур или гулять а я чего я там гулять окей сейчас надо попысить сейчас вас поставлю куда-нибудь вот сюда вот тут поставите нормально че нет не я вас вот сюда поставлю вашу если открыть эту дверь и закрыть вас там нахуй на из дверь у дверь ашу дверь кривая бля реально ёбаный рот двери кривые ну блин ребят я шо яс я кто блин ну да я живу в квартире где не все идеально и что теперь донатьте мне больше денег и я смогу себе кто умер нормально все вы бы видели мой вид из окна это вообще что-то ребята дверь то может быть и кривая но вид из окна это вообще пипец покажи мне здесь уже минимум десять тысяч зрителей надо ребят все-таки вид из окна за такое сами понимаете это слишком личное слишком интимное пока что все но все что вы заслужили это дверь а я сам пошел ссать ну да ооо ща подписаю подписаю щас бал уберу ребят хотите ссать если не так если да то сейчас самое время немного подписать сейчас а понеслась кай Найс! Блин, оно вообще прикольно, но я не знаю, кто придумал писать. Но мне нравится писать. Знаете, когда ты реально хочешь писать, потом ссышь, и это прям такой кайф, когда ты расслабляешься. Ну реально. Вот. Сейчас надо еще посморкаться немного. Опа, понесласьте, понесласьте, понесласьте. Я даже иногда специально долго не писаю, чтобы потом с кайфом обосстаться. Ряа. Так. Не, реально. Ряа. 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 Ря. Ряа. все руки я так теперь неожиданно так все берем рюкзак и вальм отсюда так надо все лишнее вытащить из этого рюкзака шоу у нас в это шо такое блять что это секс игрушка что ли нахуй не надо это что такое что это провода что это что это почему-то в рюкзаке все и блять сейчас сюда полежишь еще подожди облечу хату не спалил ёб твою мать так 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 и где поверь банк а такой крутой знаете и папе папе бербанк куда-то блять потерялся такой он охуенный был конечно классный удобный тактильно его так знать было приятно трогать но я его не нашел блядь я не знаю его кто-то украл че произошло че блять произошло щас какая хуйня у меня чтобы понимали ходит сука где провода все мои для зарядки а пора подключать зарядочку здорово я просто либо я короче это ну как бы это самое да с локтя двинул а по телефону и он начал 911 вызывать почему-то я вообще нихуя не понял ебанутый какой-то просто все кончили сейчас на зарядочку поставлю все зарядка пошла то есть у меня начался вызову типа 911 его начал типа знаете сдавать звуки как сигнализация какая-то я аж пукнул а я просто типа чат ударил что такого вот здесь в америке если те по телефону ударяют то он начинает 911 сразу заварить видали какая здесь безопасности на марика блять в ахуи блять о дизи ха топ-контент здесь 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 май хата здесь май нью хата гоу гости только здесь пока нихуя нет конечно в этой хата и и на хата варе грязно варе страшно варе нихуя топ-ката но 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 и батаре ада go в мак волос чей болеть волос конечно где вечерин я с с он здесь он спит рубля так ну чё все пойдем так волос жертвы он для я боюсь вина луис там так холодно для мощную на хуй забить да показать вам квартиру реально и здесь почти тупо на хате по флекс короче и все это волос чата так в ебал шашку отлетали для я мощный я жесткий аж говорил уже не бать на меня лучше вообще не прыгать на пиздану блять чтобы не только зубы подлетают все и волосы на этого дергивы да 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 ну ладно чё давайте похуй покажу вам в свою хату так уж и быть предупреждаю ребята кадры не для слабонервных не для слабонервных вот здесь такое себе состояние квартир в данный момент поэтому я и говорю что я поэтому не пока не живу уже надо готовить к длительному проживанию вот так что щас подождите щас подождите подожди подожди блядь как слово забыл показать я покажу как сказать я покажу по-ранглийски Что, блядь? I show you my apartment now. I... I, долбовил. Ай, блядь, мне что, больно, что ли? Ай! Ну все, нахуй. Итак, начнем с самого главного, с туалета. Ебаный рот, блядь. Я понимаю, русский, епта. I... I learning a language, English a language. Окей? I watch, скажем так, бла-бла по-английски. Cool, yes. Шо? Итак, ребят, толчок. Ух, блядь. Ну что это такое, сука, а? Ну, Android Moment, еди нахуй с им обновлением. Все равно такое же говно тормознутое будешь. Итак, ребята, типичный такой, знаете ли, советский туалет. Мне кажется, эта квартира бы очень понравилась тому лысому парню, помните, который... Это... Который, собственно говоря, что делал. Ну, путешествует по России и везде видит что-то советское. Так вот, это типичный советский унитаз. Вы посмотрите на него. Он еще бежит, чтобы вы понимали. И он протекает, блядь. Вот видите? Видите там? Бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. Вот. Маленькая, очень маленькая, смотрите, какая грязная ванна. Тут следы чьи-то от ботинок, блядь. По этой ванне кто-то ходил, нахуй. И, смотрите, она какая стрёмная. Это пиздец. Посмотрите на это, блядь. Это вообще ужас. Это вообще пиздец. И я здесь живу. Ну, тут хотя бы душ есть. Вот эти вот плитки, блядь. Вот это вот все. Вот это. Что это? Кстати говоря, вот эта вот штука. Ее надо всегда обязательно закрывать. И еще желательно что-то сверху ставить на ней. Угадайте почему. Давайте. Даю вам минуту на то, чтобы понять почему. Ответ верный, ребята. Крысы, которые могут ползть по канализации, короче, вылезать прямо из унитаза и прямо тебе в задницу. Вот. Поэтому я всегда закрываю и вот ставлю вот эту хуйню, еще что-нибудь сверху, чтобы даже в случае, если оно вылезет, оно может открыть крышку и выбраться, короче. Вот. Потому что я живу, как уже... Я вчера вам... Ну, короче, зайдите в инстаграм, вы увидите видос. Это находится вот прямо вот под моими окнами, там. Вот. Это пиздец. То есть, тут просто вечером выходишь, их там, ну, десятки. Просто крысы бегают, бегают, бегают. И я вот уверен в том, что они могут отсюда повылезать. А как какать? А я какаю сюда, видишь? Я в ванну какаю. Вот такая вот ебатория теперь у меня тут. Настоящая. Бывает в раковину могу насрать. А, видишь, салфетки лежат, я жепу вытирал. Ебать башней. Ля, какой шарфик. Так, ну, а дальше у нас вот такая вот встречает у нас тут прихожая, коридор. Вот такая стрёмная труба, обшарпанная. Ой, блядь. Пиздец, конечно, я ваху, ёб твою мать. Очень маленькая ванна, скажу я вам. Очень маленькая. Чё б твою мать, блядь. Здравствуйте. Ой, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Болбоёб. Так. Полы здесь тоже такие себе. Ну, вот так вот как-то здесь. Значит, тут у нас... О! Ситизен сообщает мне о преступлении, которое произошло рядом в моём районе. Репорт оф секонд фаер. Секонд фа... А я думаю, чё, блядь, менты тут катаются? Секонд фаер это шо значит? Произошло где-то прям здесь. Стреляют. Огонь. Френдли фаер. Двойной выстрел. Так, ребята. Вот тут прихожая. Я не знаю, возможно, если я сейчас открою, на меня выскочит крыса или огромный таракан. Или кто-то ещё похуже, блядь. С пистолетом. И будет не секонд фаер, а фри фаер, блядь. Пиздец, страшно. На самом деле, я серьёзно говорю, я не знаю, я давно уже не открывал. Блядь, вроде чисто. Вроде никого нет. Так, вот это вот комната. Это комната. С кроватью. Я сплю в другой комнате. Это... Ну, тут такой же стрёмный шкаф. Это всё выкидываться будет. Вот это я выкину. Это я выкину. Я куплю всё новое, поставлю здесь. Да, будет всё вообще классно, круто. Вот. А так пока тут такая кровать стоит. Как будто, блядь, я не знаю, в тюрьме какой-то ещё. Смотрите, она такая ржавая. На ней, наверное, Дракула какой-то трахался жёстко. И какая, блядь, батарея, вы посмотрите. Это ж вы понимали? Тут паровое отопление. И типа эта батарея, она включается и обогревает квартиру раз в три часа где-то. Вот сейчас она греет. И она греет так сильно, так жёстко, блядь, что на ней можно яичницу пожарить. Это вообще пиздец. Она такая горячая, блядь. Она прям, ну, как в бане. И бать, там птички летают. Вот. И она, короче, наполняется паром. Вот здесь можно перекрыть её в любой момент. Она полностью наполняется паром. И потом этот пар... Слышите? Слышите? Тут какая-то дырочка. Он постепенно выходит из этой трубы. Слышите, да? И вот она вот такой звук издаёт. Типа... Вот где-то вот отсюда испарение ебей. Вот это вот. И она, типа, высвобождает, скажем так, свой пар, который у неё внутри. Вот такая здоровая хуйня. И в принципе там, я не знаю, она горячая сколько? Ну, минут сорок. Но этого достаточно, чтобы, блядь, в квартире произошёл пожар, нахуй. Вот. Так. А ещё, они потом, когда остывают, ну, происходит момент, когда они снова начинают нагреваться. Я не знаю, может, как-нибудь у меня получится запечатлеть данный момент. Происходят странные звуки. Как будто бы кто-то, ну, как будто бы все соседи начинают стучать по батареям. Типа бам-бам-бам-бам. Вот. А это, оказывается, я сначала думал, что это что-то соседи чинят, трубы ставят. Оказывается, это просто пар начинает по батареям распределяться. И из-за этого, короче говоря, такие стуки происходят. Как будто вот по железу так дынь-дынь-дынь-дынь, блядь. По всему дому, нахуй. Вот серьёзно. Это вообще пиздец. Я представляю, как я ночью тут спать буду. Так, шкаф. Что у нас? Блядь. Блядь. Пока. Что, блядь? Страшно, да, сука? Страшно, страшно, страшно. Так, ну ладно, идём дальше. Спалил. Спалил. Плюс адрес. Давай, давай, приезжай. Что я, блядь? Сидит там, сэмурюпинский, блядь. Спалил. Что там, нахуй? Билеты уже купил, что ли? Я не пойму. Так, ну... Вот такое тут зеркальце. И тут нас встречает вот такой вот коридорчик. Вот такой вот коридорчик. А здесь ещё одна комната с прибитой хуйней какой-то к стене. Это я тоже всё буду убирать, вырвать. Здесь здоровая кровать, на которой я буду спать. Вот здесь я буду сосать. Ну, спать, точнее. Вот. Реально. Вот тут я буду спать. Вот. Здесь вот это я тоже выкидываю. Я закажу нормальный, нормальную тумбочку белого цвета. На ней будет стоять огромный телевизор, блядь, PlayStation 5. Здесь я тоже всё так вот надо будет как-то оформить красиво. Ой, блядь, вид из окна. Да похуй уже, господи. Ну и шо? Вот такой вот у меня вид из окна. Вот эту херню, палку вешаешь туда-наверх, шторы вешаешь, и всё. И нормально. Здесь тоже шкаф, который бы и тоже не помешало убрать. Хотя похуй, пусть стоит. Вот. Вот так вот как-то. Ой, блядь. Он купил? Да, конечно, я купил квартиру. Так. Выходим из комнаты. Здесь у нас коридор. Входная дверь. Здесь, ребята, будет студия, в которой я буду стримить. Вот эта комнатка, она прям создана для вот таких вот вещей, понимаете? Вот просто как будто бы эту квартиру построили, чтобы я тут жил и стримил. Вот такая маленькая, удобная комната, вот прям вот вообще идеально. Вот просто заходишь, и всё. И вот прям студия такая. Вот я купил уже эти самые, этот поролон на стенку, вот так вот, короче, вот здесь он будет у меня висеть. Я вот эту стену обклею. Вот здесь у меня будет стоять, вот здесь у меня будет стоять стол, значит, компьютерный. Вот сзади я буду вот на эту стену что-нибудь вешать, ставить. Что, блядь, за хуйня? Что за звук? Ебать, батарея страшная, кстати. Пиздец. Ну, не обращаем внимания, вы ещё нахуй не видели окно. Посмотрите, какое страшное, грязное, обосранное окно. Тут ещё и лестница, нахуй, это вообще страх, блядь. Так. Вот здесь будет у меня, я думаю, у стены что-то стоять, тумбочки какие-нибудь, там игрушки, там ёлочки, вся хуйня, что-то светится будет. Классно, всё красиво. Вот. Тараканов здесь, на удивление, я пока не видел. Вот. Так, идём дальше. Тут у нас очередная кладовка. Туда можно даже не заглядывать. Вот. Потом идём сюда. И сейчас будет страшная кухня. Только не пугайтесь, блядь. Вот такой вот советский шкаф тут стоит. Советский какой-то там посуденный. И тут. Бум, блядь. Ну, грязно, грязно. Надо мыть, конечно, всё. Старый, блядь, советский холодильник, который шумит, как трактор. Послушайте. Слышите, да? О. Нормально? Блядь, ну, камера, понимаете, я снимаю на камеру айфона. Она, скажем так, передаёт картинку более мягкой. Когда, ну, в реальной жизни здесь стоишь, как бы, да, вот эта грязь повсюду. Вот эти вот обшарпанные окна. Ну, вот видите, опять же, светится сильно. Сейчас. Сейчас сфокусируюсь. Ну, как бы, ну, блин. Ну, видите, какая грязь. Ну, прям, ну, прям жёсткая грязь. Видите? Ну, прям пиздец. Как будто бы я в подъезде, блядь, а не в квартире. Как бы, нет, квартира норма. За такие деньги, как без залога и прочего, здесь заебись. Ещё вот что-то там скрипит, слышите? Ну? Слышишь? Шкрябается, блядь, падла. Ебать. Тихо. Какая-то картонка, блядь, приклеена. Ебанутся, блядь, что это такое? Там. Там кто-то есть. О! Лезет, лезет. Мишка Фредди. Да не, на самом деле, я шучу. Это там никого нет. Это просто картонка от ветра швелится. И скотч по подоконнику вот так вот, типа... Вот, так что нормально. Я сначала реально думал, там крыса, блядь, ебаный, сидит. Вот. А потом понял, как крыса может залезть на окно. А-а-а. То есть, ну, на самом деле, здесь все нормально. Просто почему-то оно отклеилось, и туда-сюда болтается от ветра. Только я одного не понимаю. Там, типа, что, блядь, за ними ничего нет? То есть, там... О-о-о, видали, 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 видали? Видали, видали, видали? Знаешь, шевелится, блядь, падла. Зато в США. Ну, ребята, это первое время. Потом, блядь, забидовать будете. Не, а я что-то не понял. То вы пиздели, блядь, когда в Москва-Сити жил, что я долбоеб. Типа, куда я столько денег трачу? Теперь вы начинаете пиздеть, что, типа, ох. Ну, блядь, хуйня, зато в США, блядь. Я всеядный. Я могу жить, как в Москва-Сити, так неожиданно переехать. Вот что-то подобное, понимаете? Мне похуй, мне нормально. Я здесь уберусь, все обставлю как надо. И это будет охуенная квартира. Ковры сюда купить, какие-нибудь красивые, белые, пушистые. Вот так вот постелить, и все. И вообще балдеж. А вот ковер уже один куплен, кстати. Этот ковер идет в студию. Вот здесь тоже вот ковер вот такой вот есть. Это пойдет в ванну. Это полотенце. Вся хуйняча, попим у меня-ня. Там посуда, кастрюли, сковородки, стаканы. Вот. Нормальная хата, не выебывайтесь. Если в ней убраться, вообще норм будет. Конечно, свои минусы есть. Грязные окна. Но в целом, как бы, учитывая месторасположение, то, что я живу возле океана. Как по мне, так за те деньги, без залога, без предоплаты, без вообще всего, блядь, это вообще кайф. Мне очень сильно повезло, я даже так скажу. Здесь, чтобы вы понимали, раз комната, два комната и три комнаты. То есть, блядь, три комнаты, огромная кухня. Здесь вообще большая редкость за 1900 долларов найти такую квартиру еще и с тремя комнатами. Ну, как бы, реально. То есть, я буду этой пользоваться студией. А эта мне вообще, нахуй, не нужна. Получается, здесь может кто-то жить. Я могу эту комнату сдавать, кстати. Кому-то. Какой-нибудь плохой парень приедет. Только здесь я уже, блядь, не буду бесплатно держать у себя. 700 баксов за эту кровать, нахуй, в месяц. Все. 700 баксов, блядь. Э-э-э-э. Э-э-э. Ага. Ага. Ну, и что? 142 тысячи в месяц? Ну, примерно, да. Ну, получается, что да. Нормально, пойдет. Блядь, я в Москва-сити, Москва-жити, платил 360. А тут уж, извини, в два раза меньше. Метро зато близко очень. Вот. Я говорю, я жил, я где только не жил, понимаете. Я, блядь, и в подвале жил. И в квартире за 7 тысяч рублей в месяц жил. Которая была, кстати, куда хуже, чем эта. И нормально, блядь, выживал. Так что я говорю, у меня вообще похоже. Метро. Ну, да, в метро. Я здесь на метро катаюсь. Вы понимаете, Америка это такая страна. Особенно Нью-Йорк, Сити. Где на метро катаются даже миллионеры. То есть ты спокойно можешь спуститься в метро. И увидеть там какого-то миллионера, блядь, в костюме. Он будет ехать в метро. В интернете есть куча видосов, где Киану Ривз едет в метро. Мне тут даже один чел рассказывал, что он его видел, блядь, в метро. Просто едет в метро Киану Ривз. И к нему даже никто не подходит. Он как обычный чел. Просто едет в метро, и ему никто не мешает. Его никто не доебывает. Вот. И это нормально, понимаешь? А Бэму, конечно, тут вряд ли увидишь в метро. Но каких-то актеров, миллионеров можно спокойно. Он аскет. Ну, блядь. И шо? Пиздец. А, Жо Байден. Ну, блядь, Жо Байден вообще в Вашингтоне живет. Я не знаю. Может, он там гуляет в парке где-нибудь по вечерам. Че, идем на улицу или нет? Гоу, на балкон вылезать. Че, ебнулись, что ли, совсем? А еще, может быть, что-то сделал. Гоу, на балкон. Не, тогда точно 10к зрителей вылезай на балкон. Блядь, просто так я туда в жизнь не полезу. Ну, и вон нахер. Ну-ка, подождите. Ох, ебань. Ебань. Хотите, я покажу вам вид из окна? Вы сейчас охуеете. Ебань. Ну как? Это же вид на миллион просто. Просто вид на миллион. Вот так вот, да. Балдеж, да? А то все сидели. Ну, зато в США, блядь. Ты вид из окна видел? Да, в США, блядь. Видал, что там? Вот такой вот Джо Байден, блядь. Гоу, купация. Че за район? Это Манхэттен? Ладно. Все, валим отсюда. Фух. Шу, блядь. Какая федерация, нахуй. Так, я ничего не забыл. Так, а я ничего не забыл. А я ничего не забыл. А я ничего не забыл. А как он будет жить, если... Ой, дурак, блядь, я в ахуй. Ой, чел. Чел в чате думает, что только, видимо, в России живут... Ой, в России, в Америке все живут только по визе какой-то. Повербанк, повербанк здесь у меня в руке. Так. Так. Я живу в Америке по российскому паспорту, ребят. Паспорт у меня, кстати, где? Ну-ка. Подожди, где мой паспорт? Паспорт у меня в кармане. Все нормально. Нормалды. Нормалды, бурмалды. Нормалды, бурмалды. Бурмалденцы. Ну что, пойдем, все. Прогуляемся немного. Опа. Так. Ну, а тут, я думаю, надо немного будет прерваться ненадолго, да? Сами понимаете, полить точное место расположения мне точно не хочется. Вот, кстати говоря, напиток интересный такой, вкусненький. Он такой, типа, рождественский. Тут продается только под Новый год. Называется какая-то хуйня. В Икеекста продается. Вот. И он такой, знаете, привкус такой, как будто вот реально что-то новогоднее. Типа как Глинтвейн, но он только, ну, как бы, как кола. Кока-коля. Понимаете, да? Безалкогольный, естественно. Он такой легенький, такой, знаете. Вот. Ну-ка, подожди. Сейчас, я хочу пахнуть. Итак, дегустация. Ебать. А пахни як. А, блядь, балдеж. А мне, ну мне, блядь. Фу, блядь, ну приезжай, дам. Попить, попить. Фу, блядь, жара в этой хате. Все. Сейчас выйду, там холодно, блядь. Буду жаловаться, что холодно, сука. Так. Ух, блядь, еб твою мать. Так, а где ключ? Подожди, а где ключ? А, вот ключ. А где второй ключ? А где второй ключ? Подожди, а где второй ключ? А где ключ? Ключ пропал. Пиздец. А где ключ-то нахуй? А, все. Тут. Все, здесь, на месте, ребят. Нам нормально, нормально, нормально. А то и хаты ключ потерял. Какой нахрен двери? Так, все. Мне сейчас надо спуститься на улицу. Так, ладно, тихо. Тихо. Только тихо, не орите. А то соседи тут не... Так, свет отключить. Не, блядь. Блядь. Да нахуй вы орете? А то напоминает квартиру в конец. Но когда еще... Приятно находиться. Похожу. Да. А то, когда хони... Там... Тихо. Блядь. А то... Тихо. 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 Здорово, чат, здорово, здорово Здорово, здорово, здорово Всё. Я покинул своё место обитания. И мы куда-то идём. Собака спит. Фух. Ебан. Блин, я хочу пёрнуть. Я хочу фартануть жёстко. Ладно. Будем терпеть. Гоу-гоу-гоу. Зачем? Не-не-не. Гоу-зоопарк. Что, и те, где тут зоопарк найду? Терпи, блядь. Ой. Это я, кстати. Так. Сейчас надо подумать. Что, на метро тогда, наверное? Да поехали куда-нибудь. Нормально. Можно, в принципе, забрать к себе домой. Будет зеркало. Чё-то ремонтирует. Татьяна. Блядь, ветер. Гоу на Empire State Building. Залезем. Я тебе шё, блядь. King Kong? Или Человек-паук? Кто я, блядь? Чтоб туда залезать. Гоу-гоу-гоу. Сейчас. Танюха. Гоу в мак. Да чё ты с им маком пристал ко мне, не понимаю? Чё-то там захочет увидеть в этом маке. Извини меня. Ни хера там нет в маке, понимаешь? Здесь, в Макдональдсе, ничего нет. Опа. Шу. Я есть. Всё, тогда идём. Всё, тогда идём. Ой, блядь, тучел, мой адрес палил. Ничего себе, чувак. Вот это да. Ой, мне так страшно теперь. Какой-то пиздюк малолетний сейчас из России прилетит ко мне в гости, блядь. А кол заполнись, понял, блядь. Он сейчас сидит, наверное, чувствуется себя детективом, блядь. Чё, блядь, я понял, где он живёт. Как будто бы я прям жёстко скрывал это. Какая разница? Гоу в магнит. Вот ты смеёшься, а тут на самом деле есть что-то похожее на магнит. Тут же Брайтон-Бич, тут много русских магазинов. У меня сейчас такая мысль, шальная залетела. А ну-ка, ну-ка, звучи. Я хочу послушать. Мне интересно, Рили. Я тут недалеко от тебя живу. А, да? Давай, жду, жду. Давай, выезжай. Если машина есть, вообще супер. Мне бы сейчас тачка не помешала, реально. Ну, холодно на улице, покататься хочется, блин. По Нью-Йорку, да. А никого, я тут вообще не знаю никого, у кого машина была бы. Или хотя бы права, чтобы кто-то мог водить машину. Это хреново. Я уже в аэропорт учил. Ну-ка, получается, лететь тебе сюда часов 10 где-то нормально. Там, если на границе, ну, в жопу не трахнут, то гуд. О, те самые эти. Помните, я вам рассказывал про парикмахерские, где бабушки работают? Вот, пожалуйста. Центрифуга, ребят. Та самая центрифуга. Эти у них стригись. Не-не-не, я, блядь, я говорю, я боюсь. Я туда ни ногой, вообще. Я говорю, я туда пойду, я лысым оттуда выйду. Вы что? Шо это кто, блядь? На самом деле, да, это так забавно. Они показывают вот такие прически, типа, как пример. Но по факту, по факту, конечно, делают они совершенно другое. Вот такое делать они не умеют. Я вам так скажу. Рыли. Так, я на метро. Я пошел на метро. Так, кому цветочки может быть? А сколько время? А сколько время здесь? Я что-то... 16 часов здесь. Ага, понятно. Значит, у вас 12. Ой, блядь, сейчас метро будет ехать. Я ничего не услышу. Ебаный свет. Я бы хотел газету взять. Я говорю, газету хочу. Блядь, я... Блядь. Я хочу купить газету, короче. И это... И почитать. Посмотреть, что там. Может, газету купим, кстати? А, здесь продаются они где-то в киосках. А, слышно, да? Гоу. Реально, подождите. Стоп. Чего мы торопимся? Я же тогда еще говорил вам, что хочу купить себе, короче, газеты. И на стриме посмотреть, что там вообще происходит. Что там пишут? Может, там про Путина что-то интересно рассказывают. Сейчас все говорят, что война может начаться. Путин ведет войска в Украину. Ну, и все. Да, блядь, ебаный насрал. Так. Здрасте. Ребята, вы, если что, внимательно смотрите по сторонам. Ну, мало ли, опять те два парня будут ходить. Ну, помните, ФСБ. Так, вот. А, нет, здесь газета не продается. Блин, подожди, я что-то не помню. А, нет, вот-вот-вот. Все, ребята, я нашел. Только как оплатить? Мне нужна наличка. Что это такое, блин? Блин, а как газета-то-то? Так, подождите, мне нужен банкомат. Мне нужен ATM. А, бля, подожди, а карту у меня с собой хоть? Че вы несете вообще? Сами воруйте. Я не вор. Я законопослушный гражданин. И воровать не стану. Ясно? Все. Тут нет Apple Pay. Вы что, блин? Смотрите на это. Какой тут Apple Pay? Опа, ребята, опять что-то у меня... А, нет, это другое. Это предупреждение о короне пришло. Я думал, снова какое-то преступление случилось. У нас магазин продуктовый. Школьник. Так, ладно, я в поисках ATM, значит, да? Вон там написано ATM, кстати. А, да, там есть. Все, сейчас я сниму пару баксов, короче, куплю себе газет. И мы с вами посмотрим, что там пишут. Сейчас. Возьми в долг газету. Отолжи газету. А, ну, знаете, тут, в принципе, такое возможно. Как в советское время прям. Так, сейчас я карту достану банковскую. Кто пукнул? Так, все, я взял карту. Все, я сейчас зайду. И сделаю кое-что. Все, только не подсматривайте. Сейчас тихо. Все, я не знаю. Продолжение следует... 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 потому что и мне надо попить и а и говорю что если ясно или нет приперся это вообще не мое место я бы я постоянно забываю где живу ебаный свет ну пойдемте пройдемся по побережью что ли оушен этот сраный прямо и налево да сейчас вам виды покажу зато красивые опять говки и все дошу тебя тянет таблету в макдональдс тувки все я не понимаю а повтори что договорил и в рту лох так дизи просит твой адрес он тебе чего и бы отправить смысле но но у сеньки у теньки 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 визе на утеньки но конец просто о вот это мы конечно да а я тут живу к 100 балдеж вот с таким видом я живу к 100 каждый день фотографирую закат красиво бля ля пата будто пару лет назад ну кстати ну у меня нет проблем кроме моей башки ебаный свет а чё то тут банда чай блядь я сейчас если пойду они меня ну 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 не захавы просто я чё то не прям по моему они быдло ебаная чё то иду вот это я кадр поймал конечно балдежный я как будто не в нью-йорке в дубае где-то абу-даби моя в дубае кто пищит для может есть газетку почитать газет он улетит да и замерзну фланг киевси ready for you дизи но аймут и таки все а это макдоналдс ты че ты че ты куда сюда иди блять че доска ты не посмотрю на сказал иди сюда ты че куда ты блять ла 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 пойдем да там просто здоровый чайка ставишь мне кажется это ее парень это она это он здорово как заклюет еще на я бычь не буду чайк а как чайок на хуй я трахни чайку о водочка кто-то оба вот так вот маленькую бутылочку и пошел туда походу машины тухнулся падла блять ай пыли в глаза его не пыль а песок все ветер начался надо бежать надо бежать эвакуации о боже мой о факин щит фак 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 не рвешь себе жопу блять ради чего а а уже все равно никому нахуй не интересно лучше реально дома сидеть и видосики смотреть фу ебай так все ребят я ща приду не теряйте меня мне надо в хату зайти это вот у а а у и а а Здарова! Я дома. Фу. Ой, ёп. Ку. Так. Фу, бля. Воу, Бургер Кинг. Гоу, гоу. Ща, подожди. Пошли кушать. Какой кушать, блядь, я только домой вернулся, газету читать. Сейчас уже кончать надо, люди со стрима съёбывают. Кушать, блядь, и прочее. Не, всё. Я такое, блядь, не потерплю. Так, поехали. Зарядку можно выключить. Так. Идём сюда. Ну, учёбу завтра. Ну, так. Ну, вот. Тем более. Так, ещё раз. Прекрасный вид из окна. Всё. Ну, шо, ребят, трахаться? Итак. Адвокаты. Звоните адвокат Самуиль Серебряный, помощник адвоката Дмитрий Белозерский. Вот такие вот, ребята. У нас адвокаты, значит. Они у нас, шо? Несчастный случай, автомобиль на аварии, медицинские ошибки. Ага. Понял. Мы говорим по-русски. Так. Начнём отсюда. Что у нас тут? Минуточку. Здесь у нас русская реклама. Так. Самый крупный рекламный русскоязычный портал США. Нихуя себе. Где? Русрек? С Русрек, блядь. Я Юрий Ярославский. Семейное право. Разводы, блядь. Ну, шо такое-то? Одни адвокаты. Да шо-то, блядь, одни адвокаты-то. А это кто? Тоже адвокат, шо ли? Да заеб... Тут одни адвокаты. Я серьёзно тебе говорю. Так. Дальше. Опять адвокат. Только уже ещё один адвокат. Блядь, блядь, какие серьёзные. Ребята, ещё, что ли, адвокат? Да вы чё, издеваетесь, что ли? Ё-моё. Ух, блядь, челу больно. Или он ржёт? Его смешно или чё? Чисто рофал, блядь, слоил. Моя хуя. Я не знаю. Типа ему, когда больно, он начинает ржать. Типа ржака. Травма выбила вас из колеи. Вам нужны деньги, чтобы продержаться. А, блядь, адвокат. Он тебе, нахуй, как поможет. Он у колена деньги выбьет или что? Или будет сидеть с твоим коленом, блядь, чтобы он тебе деньги дал. Я не понимаю просто. И да, и в Америке такие адвокаты, что даже у твоего колена, нахуй, которое тебя подвело, блядь, поломалось, они выбьют бабло. Наши последние результаты. 14 миллионов долларов травма на стройке. Ага. Укус собаки. 350 тысяч. Порез руки. Подожди, как, блядь? Укус собаки намного дешевле, чем просто порез руки. Автоавария, автоавария. Падение на тротуаре. Падение на тротуаре. То есть можно пиздануться на улице и выбить из этого бабки потом еще из правительства. Типа, вот вы плохую дорогу сделали, я упал, споткнулся. Так я недавно в ресторане отравился. Я мог обратиться к... Кто это? А, к Юрию. К Юрию Прахину. И он бы в итоге мне заработал миллион долларов, да? Компенсации. За то, что я отравился в ресторане. Блядь. А если бы я отравился, встал и еще упал бы, нахуй. Балдежь. Так, это у нас Игорь Литвак. Хуя себе, ля, блядь. Саша Белый, блядь, из бригады. Тоже адвокат, да? Ты сука, блядь. Я надеюсь, в этой газете есть что-то еще, кроме адвокатов? Шо это? Опять, что ли? Что это такое? Что-то хуйня какая-то. Так. Адвокатская фирма. РФ... О-о-о! Блядь! А я говорил ведь. Ну что еще, блядь, живя в Америке, пенсионерам обсуждать и что им еще читать? Конечно же это, Украина и Россия. Так, и что тут пишут, ну-ка? У нас в газетах в России о таком не напишут. Конфликт. Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной. Официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС о существующих опасениях по поводу возможной военной операции РФ, сообщил ло агентство Bloomberg. Хотя официальные данные пока отсутствуют, губернатор Флориды заявил губернатор Флориды Рон Де Сантис Зая. Сука. Поняли? Губернатор Флориды Зая. Сука. Я в ахуе. Рон Уизли. Так что он заявил-то? Что как показало, внутрипартийное исследование. Впервые в истории штат. Какой нахуй штат? А, это уже другие новости, блядь. Я думал про Украину. США предупредили своих со... На границе Украины может привести к чему-то плохому. Мол, будьте морально к этому готовы. Путин знает, что... Сидеть в открытом военном противостоянии с Западом. Поэтому он действует, что не подпадает под определение вооруженного вторжения. Он будет продолжать разрушать основы международного порядка. Вести кампанию дезинформации, кибероперации. Что позволит ему правдоподобно отрицать это не мы. Отмечает Александр... Так, Саня, блядь. Саня вообще у нас умный, смурдело говорит. В Кремле должны понимать, что у Украины есть сильные союзники. И цена любых военных или гибридных авантюр будет для России высокой. Нет ничего важнее, чем безопасность украинского государства. Потому что это безопасность граждан Украины. И для укрепления этой безопасности МИД в ближайшие месяцы стороной энергии будет работать над укреплением наших альянсов. Нашей овороноспособности и увеличением давления на Россию. Так. Последнее передвижение российских войск и танков в границ с Украиной побудило директора ЦРУ посетить Москву в этом месяце. Как сообщается, Бернс пообещал по телефону с президентом России Путиным. Агентство какое-то сообщило, что американская делегация предупредила высокопоставленных представителей российских властей о потенциальных негативных последствиях любого усиления угрозы безопасности Украины. Саня. Ну, ясно. Идем дальше. Так. Ух, ё. Что такое? Опять адовка. Заеба. Блядь, вот была бы у меня вручку, я бы им сейчас усики рисовал, там подрисовал что-нибудь, как я это в детстве делал. Иногда случаи... Да заебали, блядь. Тут что? Просто я не знаю. Тут все адвокатами работают, что ли? Я не понимаю. Как нахера? Я просто, я вообще... Да ёптвою, не могу перелистнуть, блядь. О, бля, какой адвокат. А, нет, это уже не адвокат, это какой-то... Мунатик. Женатик, блядь. Подожди, есть что? Концерт? А, бля, это кто, блядь? МАКС! Здорово! Не хуня, вот тебе это, адвокат нужен, смотри какой, Игорь. Арестованы? В Нью-Йорке или Нью-Джерси? Звоните круглосуточно. Бля, надо записать, слушайте, вдруг арестуют. Ещё и консультация бесплатная. Реально. Беру, вери. Мало ли тебя там в России арестуют, у вас там эта вероятность куда выше, чем тут. Ну, конечно, Юрий тебе или кто там, Игорь вряд ли поможет, но позвонить всё-таки стоит, я думаю, попрощаться со мной хотя бы. Большинство экспертов полагают, что уро, веню, инфляции начнет снижаться. Кога. Да, прекратятся вы, званные пандемией перья, бои с подставками. Я вам охуя, конечно, что это газеты просто. Так. Ну, тут какая-то хуйня, политика неинтересная это всё. Интересно только с Украины, а дальше уже хуйня. Душата. Душата вообще жёсткая. Ебай. Шо это? У нас 45 миллионов пользователей по всему миру. Кто ты, блядь? А, Русрек опять. Понял. А, инфляция заставляет задуматься. Кого, блядь? Шо Байдена. Налоги. Налоги, плоти. Где, кто? Чё, опять шо ли, блядь? Кого нахуй? Ура! Без надежды! Не зря уехал в Америку. Срочно требуются люди для работы на телемаркетах. О! Это мы, надо, блядь. Сейчас меня будут смотреть, пока смотрю зрителей. Придётся реально идти вон. На какой-нибудь телемаркет. Какие тут ещё есть? Куда ещё можно устроиться? Это шо? Заполнился в налогу. Да ёп твою мать. Это бухгалтер, что ли, теперь? Это шо? Да ёп твою. Так. О! Работа на телеграм-канале. Хе-хе, бай. Нормально, чё? Так, тут у нас шо? Так. Хуетадно. Канпин. Курьером, да. Бизнес-институт. Обучение за гранты. Так. А ещё шо? Школа парикмахеров, блядь. Ну да, да. Я вижу, как тут обучают. Туда, видимо, только бабули ходят. Угу, угу. Что-то ещё есть. Опытный преподаватель подготовит к любым тестам. По математике и физике. Математика. Для соли, блядь. Шо? Сколько нужно есть соли? Ребята, давайте узнаем, сколько надо жрать соли. Медики напоминают, в суточном рационе нужно учитывать соль, потребляемую в составе всех продуктов. Ну, ответа здесь нет. Похуй. Жрите сколько хотите, блядь. Математика. Да чё только математика? Может, у меня по ОБЖ всё плохо. О, у руки, у руки музыки. Опять математика. Спортивная школа. Математика. English. О! А шо это в смысле? Это учитель по английскому, при этом всё на английском написано. То есть я, человек, который плохо знает английский, хочу найти кого-то, кто меня... Ебать. Сэшо, блядь. Я впервые вижу, что вот так, блядь, такой звук издавало. Что горит-то, блядь? Где-то здесь чё-то пожар какой-то, не пойму. Мне выходить уже снимать или чё? Хуй его знает, короче. Почалось. А, это Путин ввел вас в войска? Ну ёп твою мать. Похуй. О! Сканворды. Так. Середина рабочей недели. Среда? Четверг? Среда. С-р-е-д-а. Среда. Дерево в бару. Чего, блядь? Сосна? С-о-с-на. Среда. Всё правильно. Аквариумная рыбка. О-кунь. Пиши. Да у меня нет ручки, блядь. Гупи? Какой гупи, блядь? Ладно. Полуостров на Юго-Азии. Ебать. Ну это что-то длинное. Чего? По... Прихожане. Ой, блядь, короче, пиздул. Ладно, идём дальше. Так, вообще надо свет включить. Чё-то темно становится. А, блядь. Что? Девочки-мальчиков. Так. Не, ну тут какая-то скучная хуйня. Давайте уже что-нибудь... Ой, блядь. Чуть голову ребёнка не показала. Кушеры, гинекологи. Идите нахуй, блядь. Так. Ничего интересного. Ничего интересного. Доктор какая-то, мага Долена. Значит, если у меня попа заболит, я к ней пойду, да? Ох. Шо это? Это мэн адекста, да. Так. Чё у нас гинек... О, давайте вот без гинекологии. Там всего вот этого. О, блядь, нихуя себе. Чё, кто молодец, я? Так, а это ж такое? Ой-ой-ой. Так, чё это хуйня? Доктора пошли, блядь. Шо? Что, блядь? Ясно. Опа! Итак, телепрограмма, блядь, такой ещё существует. Серьёзно, что ли? Итак, понедельник. Редакция, нам надо поговорить, блядь. Как будто уведомление о начале моего стрима. Американские истории, прогулки по Израилю, небоскрёбово, наука против... Маршруты Москвы, новости Израиля, чертополох, сквозной эфир Америка. Чё это вообще за телеканал такой? Пипец, кто-то ещё реально покупает газеты, чтобы смотреть, во сколько начинается какая-то там передача. Не, я понимаю, как бы, пожилые люди. Но мне казалось, даже пожилые люди уже в интернете сидят. Если зайти в тиктоках, там просто тьма. Но чтобы газету покупать ради программы вот этой... О, Первый канал, блядь! Здесь даже такое есть! И что по Первому каналу? Блядь, я таким занимался, когда мне было 6 лет. Ну, тогда, когда реально не было интернета вообще ни у кого. И мы покупали каждую неделю газету, чтобы читать, смотреть, типа, во сколько начинается. На целую неделю вперёд. И я, конечно, сразу же открывал газету и куда смотрел? Вот сюда смотрел. В субботу и воскресенье, потому что мультики, мультики были. А сейчас нихуя нет! Где мультики, блядь? Что тут? По утрам были мультики, по-моему. Днём где-то в час или во сколько. Сейчас, что у нас тут? Родина или смерть, блядь? Что? Любить по-русски? Что это за пропаганда, ебаная? Вместо мультиков про родину какую-то хрень? Играй гармонию. До сих пор это залупа идёт. Я помню, она тогда была. Мне так раздражала эта передача. До сих пор эту хуйню показывают по телеку. Серьёзно. Жанна какая-то. Видели видео? Какое, блядь, видео? Что это за... Что это, блядь? Почему два раза? Видели видео? Время. Видели видео? Какое видео? Детский КВН? Шоу Максима Галкина? Да пошёл. Что? Где? Когда? Папа! А дальше всё, что ли? Пиздец, ребят. Ни одного мультика. Вообще ноль. Ладно, суббота. Может, в субботу? Бумер! Час ночи. Бумер продолжения. Телеканал. О, новости, блядь, в 4 утра. Слово пастыря, блядь. Тьфу, сука. Тайна тёмной комнаты, блядь. У, тут какая-то порнуха в 7 утра. Умницы-умники. Тоже, кстати, ненавидел эту передачу. Потому что она была как раз-таки, по-моему, после мультиков. Она начала... Да, вот сейчас. А сейчас смотрите, что хуйню какую показывают. Нет мультиков, ребята. Всё. Про детей совсем забыли в России. А, я думаю, это РНТВ. Это какая-то хрень непонятная. Так. НТВ. Блядь. Не, я даже читать не буду. Спасибо, конечно. Так. А РНТВ где? Шо, блядь. Что? Секс-обучение? Секс-статистика? Советы для жизни? Полезные советы, блядь. Профессоры? Гуглов нахуй. Это он что там? Бабушкам рассказывает, как гуглом пользоваться? Парадокс шоу. Наши люди. Полезные советы. Техногид. Энциклопедия животных. Великие русские эмигранты. Я. Это я. Опять секс-статистика, ебать. Чё за хуйня? У них каждый день какая-то секс-статистика, блядь. А, нет. Каждые выходные. То есть, они за неделю какую-то статистику секса подводят. То есть, каждые выходные. А, нет. Смотрите, в пятницу вечером тоже идет секс-статистика. А, каждый день секс-статистика по вечерам. Наш Дум-Нью-Йорк. Чё это, блядь? Я хочу этот канал включить. Во сколько? В 20.30. И посмотрите вообще, о чём это речь. Чего, блядь? Добрая, заботливая, искренняя, отзывчивая, жизнерадостная. Э. Устроенная, симпатичная еврейка, 47 лет. Познакомиться с евреем, 40-53 лет, для серьёзных отношений, нахуй. Чего, блядь? А, это знакомство? Бля, может мне по рофлу оставить объявление? Ну, реально, чисто, ну, по приколу. Типа, добрый, заботливый, искренне отзывчивый и жизнерадостный. Пока не устроенный, но симпатичный. 29 лет. Познакомиться с такой же. Да, с любой, на самом деле. У кого есть паспорт, блядь, американский. Для серьёзных отношений. Тихо. Я подниму, блядь, я подниму. Я охуя. Так, знакомство. Так, вот это интересная тематика. Мне нравится. Итак, читаем объявление. Значит, шо у нас тут? Привлекательная украинка. Шатенко, 52. Познакомиться с порядочным мужчиной для брака. Нихуя охуевшая, блядь. Так, это она, да? Познакомлюсь с мужчиной для коротких встреч. Ух, ебать. Милая, нежная, голубоглазая блондинка, киевлянка. Познакомиться с православным. Образованным, порядочным гражданином. 55-67 лет, блядь. Без вредных привычек для серьёзных отношений. Познакомлюсь с гражданином США. До 80 для брака. Чего, блядь? Чего, блядь? Красивая, милая встреча. И всё? Это всё? Ебать, коротко и ясно. Охуеть. А чё так можно было, что ли? Познакомлюсь с христианином. 57-67 для длительных, серьёзных отношений. Симпатичная, энергичная. Познакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной. Да, блядь, в смысле 65-75, блядь? Тут умирать уже надо. Какие знакомства? Для нормальных отношений. Я в ахуе, блядь. Тут пиздец. Тут, блядь, женщины сидят с 60 лет ищут мужчин себе. Я думал, в таком возрасте вообще насрать уже на отношения. Вообще надо что-то подобное. А они реально ищут, блядь. Легальная? Легальная? Легальная, блядь. Здесь нелегальная, что ли? Легальная, стройная, симпатичная. 68! Да в 68 уже нелегально, блядь. Вот так вот это. Познакомиться с мужчиной без вредных привычек. Ебать, те 68 ты ещё выёбываешься, блядь. Вредные привычки, не вредные, блядь. Извини меня. Тоже легальная. Подожди, вот ещё одна. Нью-Йорк, легальная, 47. Познакомиться с мужчиной без иммиграционных проблем. Вот суки какие, а. Вот какие, блядь. Вы посмотрите, они ищут-то не для того, чтобы реально любовь найти, а чтобы гражданство получить. Ой, сука. Ой, сука, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Познакомиться с неженатым европейским евреем. Ебать. Из Бруклина. 60 плюс. Без вредных привычек. Для серьёзных отношений. А чё от них евреев ищут? Ай-яй-яй-яй, блядь. Я чё, я русский, никому здесь не нужен, что ли? Привлекательная украинка. Шатенко, 52. Познакомиться. Подожди, это мы уже читали. Познакомиться с мужчиной для встреч. Пиздец. Симпатичный из Чикаго. Познакомиться с одиноким. Свободным. 55 плюс. Для долгого романтического общения. Ебануться, блядь. Симпатичная, стройная европейская еврей. Да, блядь. Эффективная. Как, блядь, понять эффективная? Милая, симпатичная, элегантная. Познакомиться с серьёзными намерениями. Вот это у меня в самом самом деле забыло. Они все симпатичные, блядь. Потом под конец пишут. 70. Не, симпатичным, наверное, можно быть и в 70 лет. Я не спорю. Но как можно быть эффективной в свои 70? Худенькая еврейка. 36. Познакомиться. Блядь. Шо вы это? А интернет для чего? Женщина 65, 166. Блядь. Что это нахуй? Это у неё возраст так скачет. Типа ей 65, потом 160. Потом 60. Не понимаю. Эхэ. Давление? Ну, это важно. Важно, блядь. Когда тебе уже под 80, ты ищешь такого же старика, блядь. Он сразу по давлению может понять, наверное, много. Типа, какая она... Какая она там эффективная, нет? Там, давление скачет или нет. А то мало ли, блядь. Пойдут куда-нибудь, упадёт нахуй. Зато если упадёт, можешь сразу адвокату позвонить. Можно там миллион долларов заработать, блядь. Ебать. Это вообще трэш. Самая достаточно симпатичная христианка. Познакомиться с Христиной. И, блядь, я сейчас умру нахуй. Вот это... Вот кринж, блядь. Вот кринж. А не вот эти мои тиктоки. Привлекательная жизнерадостная славянка 54. 54 года. Ебать. Ой, блядь. Познакомиться с православной. С машиной, блядь. Для совместного отдыха и путешествий. О! Нихуя! Стройная, сексуальная девушка. 25 лет желает познакомиться с мужчиной. Охуеть! Самая молодая, ещё и сексуальная. О! Хуеть, вот это, да? Пиздец. Звони. Я не могу позвонить, у меня аж симка-то вот тут, в этом телефоне. Тут как бы, если я начну звонить, вы ничего всё равно не увидите, не услышите. Вот, поэтому... Да я чё-то, блядь, не хочу звонить туда, правда. Наху она мне... Там, понимаете, там девушки такие, что... Даже, ныне, даже по рофлу. Даже по рофлу. Они ищут, блядь, себе просто мужика, у которого там можно паспорт, типа, чтобы остаться в Америке. Вдова, 52. Знакомиться... Да, блин, чё они себе все время-то знакомятся? Я, конечно, ничего против-то не имею. Стройная брюно... Это она? Это она? Алина? Хочешь познакомиться с мужчиной? Блядь, да если это ты, выйди на улицу, нахуй. В клуб сходи и познакомишься. Наху ты в газету пишешь, блядь, где старики сидят. Ты чё, вообще, что ли, сумасшедшая? Это пиздец. Или это её, блядь, фото из Советского Союза, блин, когда она ещё молодая была? Пиздец. Просто когда ты вот так вот это, то нахуя ты объявление в газете оставляешь? Это же бред. Или она, как и я, решила зарофлить? Папика ищет, спонсора ищет. Блядь, и не стыдно такой хуйней-то заниматься? Бруклин обаятельная русская. 54 тоже, блядь, что всем 54 года. Приятной полноты? Так, а я тогда какой? Неприятный худобы? Блядь. С хозяйственной познакомиться с большим. Устроенным. Добрым. С большим, блядь. С большим с чего? Не понял, блядь. Гражданка познакомится с... О! О! Так, блядь, ну какой 50-60, нахуй? Ну какой 50-60, блядь? Симпатичная, хорошего сложения, ласковая еврейка. Чу-чу, блядь, значит, европейский еврей, это как? Интеллигентная, обеспеченная, эффектная вдова. Чуть-то у них, блядь, мужья умирают все, я не понимаю. Из Нью-Джерси, познакомиться с умным, серьезным, я... А, блядь, еще и гражданином, ясно, нахуй, до свидания. Гражданка США? Рост 5 футов, 6 дюймов? Чего, блядь? Познакомишься с мужчиной до 60. Блядь, а 29 лет считается или нет? А 5 дюймов, это 5 футов, это ж нахуй миллион метров, по-моему. Ты, она что там вообще? Самодостаточная еврейка, так, опять вдова. Блядь, что такое-то? А, ну 71 год, тут понятно уже. Мужик, видимо, вебывал всю жизнь, умер раньше. Познакомлюсь с неженатым евре... Да, блядь! Симпатичная, высокого, устроенная гражданка Канады из Торонто, блядь? Ищет партнера для жизни, доброго. Да что вы все старые-то, нахуй? Интересно, отстроено... Да, блядь! Приятное, отстроено, с чувством юмора познакомиться с мужчиной. Но, да сука, 64 года, блядь. Это 152 сантиметра. А, нормально тогда. Так, опять 50 лет. Да сука, тут все за 50! Ну, нахуй. Так, а есть там, где мужчины оставляют объявление? Это еще не все. Уля, какая, блядь! Стройная, молодая, яркая, с чувством юмора познакомиться с мужчиной. Ника. Только звонить. No text. Такая пиздоболка, блядь. Ну, конечно, нахуй. Это типа ее фото. Забыл, надо писать с мужчиной, у которого есть гражданство США, блядь. Обычным, таким, как я, не писать, блядь. Ничего-ничего. Через 5 лет, блядь, у меня тоже будет паспорт, блядь. Ты мне потом звонить будешь, а я не возьму трубку. 16 пропущенных будет. Я тебе, блядь, схожу, нахуй. Потом ББ. Да, да, да. Я тебе говорю, блядь. Так. Тайлор Момсин. Момсин, кто? Так. Да е-мое. Так, ребят, ищем мне жену. Ищем мне жену с паспортом США. Ну, более-менее хотя бы молодую, да. Так. Приятная сексуальная девушка. Желаю познакомиться. Блядь. Познакомлюсь, блядь. Как, в смысле, с мужчиной 50-80. Для коротких встреч. То есть, это о чем говорит? Для секса. Но, блядь, 80 лет? Ты что, серьезно, что ли? Не, ну я, конечно, как бы все понимаю, но... Или короткие встречи, это что, в аптеку сходить? А, это рост? Состоявшаяся женщина познакомится... Блядь. Блядь. Не, я дохуя состоятельный так-то. Какой ковид? Познакомлюсь с ковидом? А, все, что ли, знакомства закончились? Эээ. Вот, кстати, прикольно. Вроде, смотрите, тут знакомство, и тут объявление просто. Банс. Срочные разводы. Адвокат гарантирует, блядь. Быстро и недорого. Ну, если вдруг там не получилось, да, что-то как-то не пошло... Оп. Срочно развелся. И опять объявление в газету. Ага. Это вообще такой лолкек. Симпатичная, стройная, спортивная, образованная еврейка, гражданка США. Познакомиться с надежным. Семьдесят плюс. Мне нахуй не повезло, ребят. Мне надо было в Америку приезжать уже, когда мне шестьдесят лет будет. Ой, а тут еще еврей нужен. Так, пять. Ёп. Ковиду вон зато девятнадцать, молодой. Да тут одни евреи. Ну, вот опять гражданка США. Подожди, мы это читали. Она дважды, что ли, оставила? Или это две гражданки... Канады, точнее, а не США. Стройная, привлекательная. Шестьдесят. Слушай, а реально в шестьдесят лет можно быть стройной, привлекательной? Сорок семь лет, потому что мужчина из Нью-Йорка. Без эмиграционных проблем. Подожди, а эмиграционных или иммиграционных? Симпатичная, серьезная. Русская. Ой, блядь. Элегантная. Эми? Эм, ладно. Там двадцать девять. Где, где, где? Где? О! Еврейка двадцать девять. Сто шестьдесят четыре. Финансовое образование. Познакомиться с евреем. Да блядь, ебаный. Ну, видите, она ничего не написала про гражданство. То есть, она, вероятнее всего, тоже ищет себе мужика с паспортом. То есть, это чисто такой для... Как это брак называется-то, блядь? Осуждаю, если чё. Ой, господи. Фиктивный брак. Вот. Тут, короче, тут половина объявлений, чисто поиск фиктивного брака и всё. О, подождите, это нет. О, мужики! Он! Всё, ребята, ну-ка, блядь, сейчас посмотрим, чё мужики пишут. Как они тут оставляют свои объявления. Так. Погнали. Заботливый, порядочный мужчина. Фу, чё-то говном завоняло. Один год. Аж сто шестьдесят и шестьдесят это, что, блядь? Сто шестьдесят это рост, а шестьдесят это длина письюна, блядь, что это? Работающий, интеллигентный, устроенный. Познакомиться с легальной, невысокой. Шестьдесят два, шестьдесят шесть. Для серьёзных отношений. Так, гражданин США. Сорок пять, сто восемь. Материально обеспеченный. Познакомиться с женщиной до сорока пяти. Культурной женщиной до сорока пяти. Подождите, это объявление такое, что ли? Это всё? Это, типа... Подождите, не понял. Это она такая короткая? Культурная женщина. О, гражданин США предлагает брак. Пиздец. Это же, нахуй, за это посадить могут. Ты чё, долбоёб? Он ещё и свой номер указал. Ебанутый просто. Просто, блядь. У тебя, нахуй, вообще всё нормально с головой. Звони. Я, блядь, я в ахуй. Причём женщина такой не предлагают обратить внимание, блядь. Мужики тут, блядь, все, нахуй, с гражданством. Женщины сидят. Уй, мук-пук, блядь. Ищу гражданина, нахуй. Так. 65. Познакомь с женщиной. Для приятных встреч. 52. Познакомь с женщиной. До 50. Для приятных встреч. Так. Одинокий гражданин. 49. Из Средней Азии. Познакомиться с женщиной без детей. 32-38. Для брака. Статус значения не имеет. Ага. Мужчина-7. Познакомься с женщиной для общения. Блядь, людям одиноко. Заботливый, надёжный бухарь. А! Бухарский еврей. 65. Я думал. Блядь. Сука. Кто? Геша? Геша питерский. Что, блядь? Геша, нахуй. Автор-исполнитель Геша питерский. 64. Есть трудности с ходьбой. Станет компаньоном с проживанием. Чего, блядь? Не понял, блядь. Это как? Ребят, загуглите Гешу питерского. То есть он будет сидеть у меня дома. Точнее, ну да, сидеть получается. И всё. Гражданин познакомится с женщиной до 50, без комплексов. Возможен брак. Ебать, они просто продают себя, точнее, своё гражданство. Блядь, почему женщины это не делают? Ну, ёбаный свет. Почему я мужчина? Хочу быть женщиной, блядь. Это же так просто. Приехал... Если ты симпатично приезжаешь в Америку, всё. Тебе, блядь, ничего не надо. Ты приходишь на Брайтон Бич, покупаешь газету, и всё. У тебя гражданство уже в кармане. Буквально тебе это гражданство стоит бакс. Доллар, блядь. Эта газета стоит даже меньше доллара. А мне тут надо изъёбываться, блядь, чтобы хоть что-то получить. Пиздец. 40 тысяч долларов стоит фиктивный брак. Да, блядь, этим мужикам не нужны деньги. Они уже состоятельные. У них есть гражданство. Им достаточно, чтобы ты просто ему давала писку. И всё. А если ты ещё и молодая, симпатичная, ну да, придётся его потерпеть два годика, там, пару лет. Вот этого старика, блядь, 70-летнего. Придётся его там, я не знаю, катать на коляске, блин, да. Удовлетворять по вечерам его, вялый. Но зато гражданство. Шо, фу, блядь. Так. Мужчина из Москвы, 56, давно в США познакомится с девушкой для серьёзных отношений. Гражданин США, спортивного телосложения, познакомится с женщиной. Видите, они все, вот мужчины ищут помоложе. Обратите внимание, женщины искали постарше. Чуть ли, блядь, уже не тех, кто при смерти, нахуй. Я не знаю, может быть, для того, чтобы, типа, они умирают быстро, мужики. Вот. Чтобы на себя получить эти, как они? Блядь, я слова, нахуй, начинаю забывать, живя в Америке. Да ёптвою, нахуй, налево. Наследство, во, наследство, точно. То есть, выйти замуж и наследство получить. То есть, видите, здесь, вот суки какие, блядь. Пфу, нахуй. О, а эти ищут, наоборот, помоложе всегда. То есть, ему самому уже под полтинник, блядь, там, он 60 лет, он ищет там 30-летнюю какую-то мадам. Так. Мужчина из Беларуси, 43, познакомится со славянкой, 35+. 63, познакомлю с женщиной, до 60. Нежный мужчина, 65, познакомится с дамой. Чего, нахуй, 65+. Ну ладно, исключения бывают, конечно. Это даже постарше любит, блядь. Для теплого общения. Так. Ага, хуйня, неинтересно. Гражданин, познакомимся с женщиной без комплекса. Блядь, ты гражданин, и ты в газете пытаешься найти кого-то. Ты просто выйди на улицу, паспорт из кармана вытащи, вот так вот посвети, и все. Они на тебя, как крысы, вот эти вот, знаете, когда хлебом кидаешь, они сбегаются на него. Так жить здесь. Серьезно, устроенный, надежный. 48, познакомимся с женщиной. До 45. Так. Опять бухарский еврей. Из Квинса. Так. Познакомиться с женщиной без детей. Это какой, блядь? Молодец, молодец. Так. А тут, кстати... А, во, нет, есть такие объявления. Буду рад познакомиться с красивой устроенной женщиной. 45, 55, проблемы, не важно. Главное, найти свою половину. Русский. Нормально. Так. Русский симпатичный мужчина, 52, 186, в стране легально. Познакомиться с девушкой до 40, без детей. Для серьезных отношений, семьи и брака. Так, это что-то не то. Так. Симпатичный мужчина много лет в стране. Добрый, 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 внимательный познакомиться с симпатичной устроенной женщиной для романтических встреч. Так, есть что-то забавное? Все одинаковые, блин. Вот я вот, я женщина, хочу найти мужчину, блядь. Они все одинаковые здесь, просто как один. Как будто один написал кучу объявлений и разные номера. То есть у него там, знаете, дома 100 телефонов, вот, и все, и на все звонят. И на какой позвонят, такой и возьмет. Ну, ря, угадание. Любовный приворот. Блядь, что? Ритуал вернуть мужа. Валерия Карат. Снять одиночество, блядь. Че, ебанутые, что ли? Я не понимаю, ебать, че попиму, ня-ня, я че купил вообще? Улыбнитесь. Если по утрам вам не нравится, как вы выглядите, то перестанете по вечерам делать то, что вам не нравится. Че, вы ебанутые, что ли? Так. А есть мужчина, который ищет гражданку США, чтобы, блядь, брак устроить? Ну, ря. Ну, еб твою. Американец, блядь, 60, познакомиться с женщиной для брака. Статус значения не имеет. Какой-то американец приехал из России, блядь, американцем себя теперь называют. Гражданин США, познакомиться с добрый. What the fuck, man? Ра. Падай, блядь, объявление будет. Спортивный познакомиться со стройным, блядь, не курящий. Работающий гражданин США, медик. Мужчина средних лет. Познакомиться с женщиной до 50. Блядь, а в ахуе. Лан, че? Вроде ничего больше такого здесь нет. Найди себе бабку. Не, спасибо. Так, о, продам, куплю. Продам кресль для мытья головы. Чего нахуй. Продам хлебопекарную машину. 500 баксов. Продам новый массажный стол. продам компьютерный стол продам компьютерный стол продам компьютерный стол да вы чё блять продам компьютерный стол со стулом продам два компьютерных кресла ебать мне надо кста продам iphone 12 600 долларов продам принтер brother канон блять его тут продают конечно лэптоп так продам копир это одно слово шли продам копир продам диван блять пипец вот это да обувь даже продают продам платье брюки продам обувь твою мою тут сиська это палец так но это неинтересно вот этот продам куплю пусть они чего хотят и продают но он только что видели как там себя люди продают в том числе живой уголок шо это такое а продают котов и собак и рыбы отдам добрые руки шиншиллу нихуя себе щебать продам африканского ежа шо блять куплю поющего кого кунт на растение недорого продам работу по выгулу куки так тут еще куча всякого дерьма ненужного ничего как вам газета нравится перевозки 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 блять а не я думал это скала русские дела легализация по браку гражданство green карты для как я блядь а вова как сюда попал вообще не понимаю нет ладно короче в принципе на это можно остановиться наверно с газетой ну как то так чуля там просто вид из окна вы чё блять чего там увидели красивый обычный вид у вас настолько все плохо из окна что для что вот это вам кажется красивым серьезно все это я вычислил ну пиздец и что мне теперь делать ой блядь ох ты ж блядь не ну закат и правда такой неплохой ой блядь ой 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 Тихо Убляем Сука Батарейка на телефоне садится Так вовремя причем Это даже не я отключил У меня уведомление появляется Осталось зарядки Столько-то, столько-то А когда вылезает уведомление Соответственно отключается программа Ебаная Уф-уф Нафиг скримеры делать Парол Я в обуви хожу по хате Мне похуй Поебать темно Так подождите надо фонарик Фонарик надо тихо Кто там? Блин там в окне кто-то Там реально кто-то есть Там реально кто-то есть Сейчас покажу Блять Тихо Там кто-то сидит Вон шевелится Я серьезно Вот Вот это Че это Блять Вот это Хуйня Вот Вот Это что-то сидит Блять Я серьезно Нахуй Подожди Это кто? Оно двигается Оно дышит Ебать о тебе Я серьезно говорю Оно дышит Это блять Крыса Нахуй Спит Что-ли Ты Ты кто Блять Подожди Нахуй Не понял Ебать Ты че Охуел Черт Блять Ебать Там еще один Ля Сука Охуели Блять Вы че тут сели Все окно Мне обосрали Блять Ёб твою мать Ля сука Смотрит Охуеть Классно я поселился Блять За голубями Это ФСБ Ясно Они будут Ясно все Блять Путин вас прислал Да сука Путин прислал Блять Шо Палишь Блять Ля сука Палит Охуеть Ладно Не будем Их Пугать Пиздец Я охуел Конечно Ну Зато От голода Не умру Блять Ебать Страшно Блять Сюнь Хуня Вот отсюда Вот как Выбежит Ну Ка Рад О, моя О, моя О, моя кто здесь ай да короче никого здесь нет ну да не ну голуби конечно за окном это пиздец они там теперь постоянно будет сидеть в этом доме не забывай ну чё все я буду стрим заканчивать спасибо всем что были вот а я пожалуй а я мухожук пойду жрать ну да вот да вот так что да ебать я заебаный рук твою мать обдроченный я все пошел искать тебе жену давайте ребята всем пока всем удачи увидимся не знаю когда обещать ничего не буду но а если подпишешься на телеграм вообще будет здорово и классно ря вот да и тикток новый зацените лайк поставьте пж а то он не залетел в реке все спасибо и спокойной ночи дел сделано спасибо за просмотр Субтитры подогнал «Симон»